Здравствуйте! Сегодня мы будем готовить тефтели из говяжьего фарша в сметанном соусе. Нам понадобится 500 грамм говяжьего фарша, ломать белого хлеба, 3 яйца, 3 морковки, 4 лука, 2 для тефтелей и 2 для соуса, пучок укропа, соль, перец, чёрный или красный, сметана 200 грамм, 100 грамм воды, 100 грамм муки, подсолнечное масло и дополнительно в качестве гарнира 300 или 500 грамм макарон. Замочим белый хлеб. А мы пока что почистим лук. И морковь. И помоем. Помыли лук, морковь, укроп. 2 луковицы нарезаем мелко кубиками, 2 луковицы, морковь и укроп, остальное оставляем на потом. Я тут готовлю, а на улице уже вовсю шумит дождь. Целый месяц, то солнце, то дождь, то есть получается 2 дня солнца, 2 дня дождь. Сейчас для разнообразия послушать, как моросит дождь, а то только готовка, готовка, рецепты. Слышите, да, сейчас уже потемнело на улице и дождик, днем было солнце. Сегодня 23 мая. Я почему это снимаю? Ну, во-первых, вам тоже любопытно, что сейчас за окном. А во-вторых, когда я буду снимать видео, то все равно будет слышно, как капает, так вы хоть будете знать, что это капает дождь. Вот сейчас на улице темно и только видно, что окна светятся кругом. Нагреваем на сковороде 2 ложки подсолнечного масла. И обжариваем лук до золотистого цвета. Смешиваем говядину, хлеб. Лук. Добавляем сюда еще соли. Четверть столовой ложки. На кончике столовой ложки перца. Три яйца. Три яйца. Три яйца. Величиной с кулак. Сначала немного лепим. Потом перекидываем из руки в руку. Обваляем немного в муке. Выкладываем на тарелку. Так лепим шарики из всего фарша. На среднем огне каждый раз наливаем 2 столовые ложки подсолнечного масла. Выкладываем тевтели. Так, чтобы они друг к другу не прикасались. Немного поправляем по бокам. Жарим до орехового цвета. В двух сторон. Сейчас переверну на вторую сторону. Конечно же жарим под крышкой. Пожарили с двух сторон. Вынимаем. Добавляем еще две ложки масла. и выкладываем остальные тевтели. Напоминаю, что тевтели жарятся 2-3 минуты с одной стороны. Потом переворачиваете и жарите с другой стороны еще 2-3 минуты. Начинаем готовить простой и вкусный сметанный соус. Нарежем лук средними кубиками. Морковь натрем на терке для корейской моркови. И заодно нарежем зелень укропа. Зелень нам понадобится в конце, когда мы уже приготовим блюдо. Нарезаем мелко. Две столовые ложки подсолнечного масла. Нагреваем немного. Обжариваем лук сначала. Заодно ставим кастрюльку с холодной водой для макарон. Тут уже как раз поджарился лук. Добавляем морковку. Варим все вместе. Добавляем в неполную банку сметаны полстакана холодной воды. Хорошенько перемешиваем. Минуты две. Добавляем разбавленную сметану к морковке с луком. Перемешиваем. Когда закипит, соус будет готов. Ставим большую сковороду на огонь. Быстренько выкладываем тефтели. Сковорода накаляется. Так что побыстрее. Пока сковорода еще только теплая, выливаем сюда сметанный соус. А теперь готовим по полной. В сковороде готовятся тефтели в сметанном соусе. А в кастрюльке варятся макароны. Через пять минут я тефтели один раз переворачиваю. Так они получаются более однотонными. Так как соус все уже выкипает понемногу. Поэтому перевернуть нужно. Пока я готовила, то отвожу котлеты без соуса и котлеты с соусом. У меня дома любят котлеты и такие, и такие. Оставшимся соусом на сковороде поливаем котлеты, которые у нас в соусе. Посыпем зеленью. Не поверите, пока я все это отсняла, утро наступило. Пять часов утра. Птички даже поют. И идет маленький дождь до сих пор. Кладем тефтели, макароны в качестве гарнира. Итак, тефтельки из говяжьего фарша очень вкусные, сочные, со сметанным соусом. Готовьте, пробуйте, вам понравится. Все это быстро готовится на сковородке. У меня это получилось до утра, потому что пока я сниму видео, это выходит немного дольше, чем когда просто готовишь без видеокамеры. Советую вам пробовать. Ставьте мне класс под видео. Подписывайтесь на мой канал. На канале есть плейлист. Там такая большая библиотека на разные темы. Есть торты, есть пирожки. И есть плейлист «Котлетное меню». То есть, заходя в этот плейлист, вы сразу попадаете. Там одни рецепты про котлеты. Подписывайтесь. И, конечно, напишите под видео свой комментарий, как вам понравилось, насколько котлеты вкусные, как вы приготовили. Может, вы добавили какие-то еще ингредиенты. В общем, напишите комментарии. Приятного аппетита! Где бы найти миску? Пойду к сериалу я. Пока. Пока. Пока.